Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и с сегодняшнего дня в нашей игре появилась еще одна стерва. На восьмом уровне появился средний танк СТРВ-81, который крайне схож с Центурионом МК-5-1, в принципе с ним его в основном и сравнивают, да это и не удивительно, потому что машины похожи не только визуально, но и по многим ТТХ являются практически одинаковыми. Стоит также отметить, что мне лично СТРВ-81 на тесте очень даже понравилось и в чем-то мне было на ней гораздо интереснее играть, нежели на Центурионе. Возможно это было ощущение новой машины, а возможно все-таки в чем-то данная тачка будет поинтереснее, нежели Центурион. Что касается первого сходства, это внешний вид. Внешний вид не только корпуса, а внешний вид в целом. Плюс к тому, довольно-таки схожее бронирование и если вот так выглядит СТРВ-81, то наш Цент выглядит вот так. Ну как вы видите, практически одинаковые машины силуэтно. Что касается Центуриона, то здесь жбан побольше немножко будет, башня гораздо выше, но это в принципе не является ахиллесовой пятой данной машины. У СТРВ чуть-чуть поменьшая, но силуэтно похожая башня, а вот что касается бронирования корпуса, то да, здесь действительно у Центуриона немножечко поинтереснее будет. У него есть вот этот вот лист брони, который сверху на корпусе находится. Таким образом здесь броня приведенная, ну грубо говоря там 225 единиц. А если посмотрим на СТРВ, то здесь особо танковать нечем, 128. И это я бы сказал первая проблема данной машины. Если бы здесь броня была такая, как у Цента, то я думаю, что в целом тогда и не было бы вообще никакой разницы между этими машинами. Стоит также отметить, что данные машины очень похожи между собой по ТТХ. Ну прям совсем, знаете, так в притирочку. СТРВ типа лучшее, но я бы не сказал, что это действительно прям, ну заметно, по крайней мере по цифрам. И вот здесь как раз и кроется ответ, что если бы у СТРВ еще и добавили сюда такой же толщины бронелист, верхнего бронелиста корпуса, то тогда получается, что машины были бы просто одинаковые. Но тогда у меня возникает закономерный вопрос, а почему если данная машина по бронированию хуже, нежели Центурион, который давно уже в игре, почему не дали более бодрое орудие? Ну насыпали, допустим, бы Альфы 220, а не 200, оставив в то же самое время перезарядки. Ну или не знаю, там, может скорострельности бы добавили, оставляя ту же самую Альфу. Но ладно, может я цепляюсь, может я в чем-то не прав, не знаю, пишите в комментариях. Но все же стоит отметить, что ДПМ хоть и выше, но не намного. Согласитесь, 2590, практически 2600 и 2350. Ну да, разница безусловно есть, но она не настолько заметная, чтобы прям за это можно было хлопать в ладоши. Ну что касается бронепробития, здесь бронепробитие чуть хуже, нежели у Цента, но в то же время, согласитесь, тоже не сильно заметно. Всего лишь на 2% и по большому счету всего лишь на 5 мм. Ну как бы тоже ни о чем. То же самое касается и Альфы, разница в 10 единиц, ну тоже не сильно ощутимо. А вот что действительно ощутимо, по крайней мере для меня, ну как правильно сказать, по крайней мере для меня за тот период боев, который я отыграл на данной машине, так это ощутимо было количество выстрелов в минуту, которые ты можешь совершить. Пускай перезарядка здесь и не сильно отличается. 4.63 против 5 секунд, но в то же время в отношении количества выстрелов в минуту очень ощутимо, потому что на стерве ты можешь сделать 13 выстрелов, а здесь ты делаешь 12 выстрелов. Короче говоря, разница в один выстрел как раз и приводит к разнице в ДПМе, само собой. Но в то же время в бою это ощущается как-то, ну, гораздо сильнее. Но еще раз повторюсь, это мое субъективное ощущение от машины, и я не говорю, что я прям на 100% прав. Что касается угла склонения орудия, что вверх, что вниз, 1 в 1, а вот что касается скорости, то 50 против 45. И это, что самое интересное, на стерве действительно ощутимо. Она как-то бодрее перемещается по карте, и у меня как раз, наверное, из-за этого в большинстве своем и было более позитивное отношение к ней, нежели к Центуриону. Центурион мне тоже нравится, ребят, но все-таки, все-таки в чем-то СТРВ-81 меня заинтересовало гораздо больше. Я ни в коем случае не говорю, что за ней необходимо платить бешеный какой-то ценник, имея возможность со временем приобрести себе вот эту вот машину, которая очень сильно похожа. Но скажу вам откровенно, если ставили бы две данных тачки по одинаковой цене, или даже там на 500 или на 1000 голды дороже была бы СТРВ-81, то, наверное, я бы выбрал все-таки себе стерву. Что касается ее ТТХ по орудию, стоя непосредственно в самом ангаре, то здесь все, в принципе, очень бодро. Время сведения 2,6 секунды, просто молниеносное. Разброс 0,300, тоже просто великолепно. Что касается урона в минуту, 2558 единиц. И время перезарядки неполное 5 секунд. Я бы сказал 4,5. Бронепробитие 221. И что касается нашего среднего урона, то 200 единиц. Ну и углы склонения орудия мы с вами уже обсудили. С оборудкой можно немножко поиграться. С учетом того, что у вас время сведения и так, в принципе, довольно-таки неплохое, то вы можете вот здесь вот поиграться, поставить, допустим, на увеличенный заряд, для того, чтобы увеличить шанс попадания и, соответственно, путем увеличения скорости полета снаряда. Но, в целом, здесь 1000, и я бы не сказал, что это прям действительно действенно. А вот здесь действительно стоит над этим подумать, потому что сбалансированное орудие, оно, возможно, будет вам более интересным и разброс вас будет еще меньше. При этом всем, ребят, если вы именно так поставите себе оборудку, то, соответственно, вы... Ну, я бы не сказал, что в чем-то проседаете. Цифры практически не меняются по орудию, а вот сбалансированное орудие играется немножко лучше. Время сведения у вас будет не 2,6, а 2,8. И я не могу сказать, что я увидел какую-то принципиальную разницу, поэтому играю именно с таким оборудованием. Ну, а как оборудование ставить вам, я рассказывать не буду. Я, в конце концов, не профессор танковых наук и не супертанкист, чтобы кого-то учить играть. Я вообще считаю, что это дело неблагодарное. Каждый играет так, как он умеет и учится на своих ошибках в первую очередь. Ну что, берем нашу стерву и погнали, попытаемся ее реализовать. Ну что, друзья, давайте будем заценивать. Начнем с того, что когда смотришь в виде видеозаписи на стерву, то кажется, что играет обычный Центурион, типа ничем не отличается. Но скажу откровенно, когда играешь на этой машине, ты ощущаешь разницу с Центурионом в отношении подвижности и маневренности. Это действительно факт. И пускай в комментариях кто-то напишет по поводу того, что я там подмазываюсь как-то к Wargaming. Я понимаю, что после того, как посмотрели обзоры у кого-то, кто сказал, что это прям ничего негодная машина и какая разница между Центурионом и так далее, слушать что-то в чем-то противоположное, безусловно, очень сложно. И поверить в это уж тем более. Я не расхваливаю данную машину и давайте сразу с вами разберемся. Мне нравится она в чем-то, а в чем-то она действительно полная копия Центуриона, в частности, в манере игры. Поэтому если вы ищете себе принципиально новый танк, который принесет вам какие-то новые ощущения от боев, то, безусловно, стерва такой машиной не будет. Это первое. Второе. Спроси меня, готов ли я купить данную тачку по завышенному ценнику, поскольку это новая машина. И я отвечу, нет, не готов. Потому что за меньшие деньги можно взять себе Центуриона, который в целом по играбельности ничем не хуже, чем стерва. Поэтому, ребят, давайте будем все-таки откровенны. Если танк в чем-то лучше, это необходимо озвучивать. Так вот, в отношении маневренности, подвижности, эта машина действительно лучше, чем Центурион. В отношении орудия играется полностью точно так же. И по большому счету ты практически не ощущаешь какой-то там принципиальной разницы в отношении уровня пробития орудия, в отношении урона, который ты можешь набрасывать. И вроде бы ДПМ там типа чуть-чуть лучше. Но, поверьте мне, это все действительно неощутимо практически абсолютно. Но все-таки что-то в этой машине есть. И что-то мне в ней понравилось гораздо больше, нежели в Центурионе. По крайней мере, пока я данную машину тестил. Сейчас меня очень бодро разберут, скорее всего. Я навряд ли успею свалить. Но, по крайней мере, попытаюсь. Нет, фарт, все-таки фарт, ребят. Смог спуститься хотя бы еще на одну тычку. Но, в любом случае, меня тот же самый проходной Центурион догнал, зараза. Короче говоря, ребят, что касается машины. Давайте расставим все точки над Йо. Что касается схожести, да, действительно очень схожи. Что касается манеры игры, результативности, все практически идентично. Что касается ощущения, когда ты играешь на этой машине, то все-таки эти ощущения какие-то другие. Не такие, как на обычном, ну как обычном, на премиум Центурионе. И, наверное, из-за этого во время теста мне машина и понравилась. Что в ней есть что-то такое, что действительно качественно отличает ее от аналога. Не знаю, поймете ли вы мои слова, но я пытаюсь в первую очередь описать вам свои ощущения от танка и уже потом рассказывать по поводу ТТХ и по поводу результативности в виде настрела. И, честно говоря, стерва мне нравится. Если бы меня спросили, готовлю ли я ее купить, допустим, дороже на 1000 голды, нежели продают Центуриона, да, абсолютно спокойно, вообще без печали. 2700 единиц урона, один уничтоженный соперник. Что касается нашего результата по фарму. То, по фарму здесь, в принципе, все то же самое, что вы будете иметь на Центурионе. Я особой разницы не ощутил. Что касается нашей результативности в разрезе команды, да, пускай не первое место, но и вот такое вот второе меня тоже очень даже устраивает. Сейчас похвалим наших союзников, которые действительно этого заслуживают. Ну и обязательно похвалим наших соперников, которые достойно сопротивлялись и, в принципе, вполне себе заслуживают от нас лайкосиком за то, что они поучаствовали с нами в этом бою. Что могу суммируя сказать? За сколько его брать и стоит ли брать вам его, не знаю. Здесь определяйтесь самостоятельно. Что касается сравнения с Центурионом, если у вас есть Центурион в ангаре, то, скорее всего, Стерва 81 вам не нужна. Ну, по крайней мере, пока. Пока на данной машине будет висеть ценник существенно выше, нежели над Центурионом. Сама Стерва 81 машина интересная, фановая и прикольная. Я больше чем уверен, что если вы ее получите, то вы об этом не пожалеете. Это уж точно. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вы, если за честность автора на его канале и за абсолютно честное мнение по поводу всего, что в игре происходит, прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что нам с вами однозначно по пути. Мира вам, друзья мои, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.